Ой, всем доброе утро! У нас снег высыпал. Крупа. Крупа, крупа. Я проснулась еще беленько. 29-е сегодня, да, января. Зашли в пекарню. Сейчас в Суфике худох возьму. Ну сколько тут всего вкусненького. Приветики поближе. Мы с утра с Софией изгоняли в магазин, но нам надо было там по делу. В общем, то, что нам надо было, не было. Я говорю, ладно, пойдем воды купить надо было, водички купить. На улице крупы насыпала, все беленькое. Так, София, давай разбирать сумки. Купила сосиски вот такие вот филейные. Два пакета молока. Хотела утром кофе попить, а молока мало. Ой, сейчас у меня тут все упадет. Убирай. Надо нагреть молочко попить. Дальше что? Я вообще утром встала, девочки. Достала, он миска у меня стоит на столе. Дрожжи лежат. Собралась печь хлеб. Думаю, спеку сегодня хлеб. А потом пошли в магазин. Везде в одном магазине жалуются. Терминал не работает. Напряжение скачет 280. Пошли в другой магазин, в пекарню. Они тоже говорят, ну, выпечки. Ну, я там чуть-чуть вам сняла. Выпечка как бы была. Но у них там все на расстойках стоит. Пиццы в духовке тоже напряжение скачет. Поэтому, а вдруг у нас скачет, сейчас приду, свет вырубят и все. Будем мы без хлеба. Так что хлеб купила, я не знаю теперь. Может завтра стыть, да? Ну, купила батон. Что еще купила? Ага, вот купила вкусняшку. Не могла устоять. Там, брать, а то оно жирное. Да, потекло, девочки. Мидии. Мидии. И три огурчика. Женя на тормозок. Ты казала, что ты их купишь. А я еще смотрю, они в такой большой коробке стоят. Да стоят передо мной, меня манят. А я мидии не люблю. Я сейчас сделаю кофе. С мидиями. И буду так. В прикусочку с кофе. София, давай. У нас вчера свет выключили быстро. Ну, как быстро? А, в 11.34. Да, чтобы сейчас не выключили. Надо все сделать. Давай мне нальем кофе. А мне тебя заплести. Надо София уезжать. У нас София... Мы Софию записали на танцы. У нас теперь София танцует. Вот. Что-то тут белое можно сделать. Белое. Миньки, не возьмите сумки. Крупа. А, еще? Сейчас. Еще хотела сказать, Танюша, тебе большое спасибо. Вчера знакомая приходила. Мы вот уже вчера начали пересыпала в пиалочку. Такую маленькую. Едим. Спасибо тебе за сушки. Передала нам сушек. Там вон еще пакетик лежит. Вон нам. Сушки нам передала. Я пакет на балкон поставила. Софийке передала икры кабачковой. Вообще, самого любимого. Потом, Таня, не знаю, что вот это ты передала. Но на вид мне как борщевая заправа похоже. А может это томат какой-то. Ну, я тут смотрю, зеленушка. Ну, ты мне напиши, ну, что это такое. Ну, на вид мне как борщевая заправка. И фасолька. Тоже. Фасоль такая. Я думаю, это ты закрываешь сама. Домашнюю фасоль. Спасибо, Танюшка. София, сейчас я тебя заплету. Хорошо. У меня, я в последующей середине, у меня все ноги, все руки, все болеют. Угу. Так. Девочки, спасибо за комплимент по поводу этого джемпера. Это я в Бонпри покупала. Цвет. Ну, потому что, наверное, я брюнеткой, мне идет этот цвет. Он такой вот. Он идет, как видите, немножко такой оверсайз джемпера. Она думает, у меня столько вещей, а я как впялюсь в одно что-то и ношу только одно. Думаю, надо для разнообразия что-то другое достать. Так, София, что делаем? Молоко мне надо нагреть. Давай. Нагреваю. Я поела хоть до, хотя бы мы с тобой купили, но у меня не все. Сейчас я, девочки, нагрею сразу себе молоко. Я, наверное, просто воды просто попью все. Заплетешь меня и я поеду. А, молока вообще не было, папа его допил. А, вот именно. Я сейчас нагрею, пока есть света. Потому что света пока бажить не будет. А планы, поставь его микроволновку. А планы такие были у меня вчера. Ну, Женя все мне нарушил, конечно. Мы там съездя с Софией на танцах отвезли. Она там, ну, вчера был пробный урок. Ну, понравится или не понравится. Софии понравилось. Поэтому сегодня... Да, сегодня она снова едет. Не, я не за того. Маникюр я не сделала. Ноготь. А у тебя сегодня маникюр? Отвалилась. Ну, маникюр у меня на сегодня записан. Вчера чего я отменила, потому что, ну, я на танцы Софии возила. Потом вечером планировали разобрать. Да, да, да. Ёлку. Ну, она как стояла, так и стоит у нас. У Жени не было настроения. Он сказал, я не хочу ее сегодня разбирать. Я говорю, Женя, я бы могла вчера записаться на маникюр. Я специально вчерашний день вычеркнула. Думаю, София на танцах. Потом, думаю, там, ёлкой будем заниматься. У нас как-то свет вечером был. Свет вечером был. Он не захотел. И все. Теперь у меня и сегодня маникюр. Ну, тоже после четырех. После четырех может света не быть. У нас утром выключали. Во сколько? Женя ушел на работу где-то в полпятого утра. И света не было. Ну, он уходил, наверное, был. Потом его выключили. Я проснулась, темно. И включили его в полвозер. Нет, всем с чем-то его включили. А что, я спала и ничего не слышала? Я услышала. Так, София, неси расчески, я тебя заплетаю. Да. У меня так головой просто ужас. Просто удобно с косичками на танцы ходить. Мы просто как-то танцы. Мы разменяемся, на голове стоит. Ну, удобно. То есть, невысокий хвост. Садись сюда. Да. Сейчас я тебе сделаю. Еще одну возьму. А не вот тут папа убрал. Сейчас хотим заплетаться. Нет, садись вот сюда. Сейчас Софику сделаем прочасом. Как раньше, София. Что, как раньше? Ну, я часто тебя заплетала. В последнее время ты не хочешь. Ну, просто я поняла, что если ездить на танцы, мне надо заплетаться. Потому что высокий хвост. Мы там будем делать, если какие-то упражнения. Ну, с высоким хвостом мне очень будет удобно. Угу. Особенно, если мы на голове стоят. Ну, да. Оно вот так. Вот, считайте, я тут криво пробор сделаю. Не больно? Угу. Так. Один резинка. Столько детей много ходит на танцы вообще? Человек пятьдесят. Угу. Приступим к заплетанию. Ты это и разделяла пробор. 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 А ты знаешь, вот эта сторона для пробора вообще-то? Ну, можно и то, и это. По-разному. Вчера кайф Софию заплетать. Я говорю, София, я уже забыла, когда я тебя заплетала. Ну, ничего, по времени быстро, да? Сколько мы там? Пять минут, одна коса. Я прям засекала. Хотя с 5 часа 16-21 у нас время просто сбили. Угу. Из-за света. Так что с ёлкой, девочки? Ёлка стоит. Я говорю, Женя, до 8 марта будет стоять. Я не знаю. Может, я сегодня начну хотя бы игрушки поснимаю, поубираю. А маникюр? Да маникюр у меня аж на вечер. Сегодня или когда? Да. Да. Я уже, знаешь, почему-то я дольше жду, чтобы поехать на хип-хоп, а в итоге я там полтора часа буду. И для меня это, кажется, так мало. А быстро, да, полтора часа проходит? Ну, потому что мы занимаемся там. Сейчас он бы скажет, там, стоять на голове или на руках идти. А я не умею. Научишься. Меня будут учить. Научишься. Скажет колесо, дети, оно у меня кривое. Я даже колесо элементарное сделать не могу. Научишься. Мне кажется, чтобы сделать колесо, надо тянуть носки. Ну, носочки. Это мне так говорили. Все, заплела Софиечку. Красавица. Все. С косичками. Я сейчас все штанами сделаю. Очень удобно, да? Да. Софи, у тебя так волосы, оно сядь, выгорели. Нет. Косички получаются светлые, а вот тут волос сам по себе темные. Потому что у меня они от солнца благорали. Я буду переодеваться, и мне уже ехать скоро. Мой завтрак на сегодня. Мидии и кофе. Это будет так вкусно. Девочки, это так вкусно. Конечно, мне больше микс нравится. Когда там и осьминожки, и кальмарчики. И креветочки. Ну, это тоже вкусно. Хотела вам с вами поговорить в комментариях по поводу под видео под гуманитарной помощью, девочки. Ну, столько там снова всего. Ну, нехорошего. Я вам сразу скажу. Я думала, гуманитарку выдают всем в Украине. Мне в комментариях написали, нет. Выдают там, где, ну, живут люди при фронтовой зоне. Там, где мы находимся сейчас. И выдают гуманитарку людям, которые, ну, переехали в другой город. Ну, которые внутреннее перемещение особо. ВПО. Которые переехали. Вот им тоже выдавали гуманитарку. Но сейчас вы написали, что уже ее не дают. Так что, я не знала. Я думала, всем дают. Много было возмущений. Конечно, мы там проанализировали. Тоже с подписчиками. Даже это больше мои зрители. Почитав все комментарии, решили, что больше всего по поводу гуманитарки возмущались люди, которые живут, не переехали, не уехали со своего города. Живут у себя. И не идут у вас рядом боевые действия. Вот они больше всех возмущались. Вот они хотели гуманитарки. Почему-то нам дают, а им не дают. Ну, приезжайте к нам. Снимите тут квартиру. Будете жить. И вам будут тоже давать гуманитарку. Да. Потом мне просили показать фильтры. Сейчас я поем. Я вам покажу, девочки, фильтры, которые мы покупаем. Я вот это ем, вы думаете, у меня еда, да, несочетаемая. Кофе с морепродуктами. Не знаю, мне вкусно. А что не вкусно? Бутерброд же с красной икрой вкусно из кофе. А что? Ну, эти вкусные. Только мне интересно, что у них всегда разного цвета? Одни такие вот беленькие. Прям беленькие. Ну, светлые. А одни такие вот оранжевые. Что у них? Может, по возрасту. Кто-то старше, кто-то младше. Женя подвел меня с елкой прям. Не знаю. Ну, сегодня попробую разобрать. Не получится, не знаю, когда. София. София, говорю, София. Да нет, я видео рассказываю. Я говорю, у тебя теперь с танцами. Ну, она очень просила на танцы ходить. Ей так хотелось. Там девочки знакомые танцуют. Я говорю, у тебя каждый день, ну, нет у нее свободного дня. Я говорю, были только сегодня выходной, да, у тебя был? Да, сегодня у тебя не было никаких занятий. Я говорю, теперь у тебя вообще выходных не будет. Пятница. Пятница? Пятница у тебя уроки. Но я это не считаю. А, уроки ты не считаешь? Школу ты не считаешь? Нет, дополнительно только считаю. Ну, ладно. Ну, хочет ребенок, пусть ходит, пусть скачет. Энергию куда-то надо девать. А то что они дома сидят в интернете, уроки учатся. Такие уроки, я не знаю, как у вас. У нас с уроками. Ну, из-за света, понятно, наверное, у всех такая ситуация. То свет вылетает, ну, выключается, все, уроки все вылетают. И учителям тоже тяжело, наверное, заниматься детям. Еще у нас вот эти новизнания. Наверное, сервер перегруженный. Бывает, скидывают домашние задания, а ты не можешь его выполнить. Все время показывают 404. 404. Нет. 603 или 500. А, 603. Ошибки. Ну, я не знаю, мне все время какую-то ошибка пишет. Ну, уже там у нас есть и классрум, где дети выполняют домашние задания. Новизнания. Ну, надо скидывать и туда, и туда задания. Потому что новизнаняш-то плохо работает. Что же с хлебом делать? Печь или не печь? Если я купила его, сейчас две буханки спеку. Не, не буду. Завтра в спеку хлеб. Да, София? Такие дела. Ну, идти на улицу. Все беленькое. Возьми дома стоит машина белая. Я говорю, София, посмотри, как там ее вообще не видно практически. Я говорю, если сверху смотреть, не видно. Ну, и сбоку так. Замаскировалась машинка. Кого раздражаешь, что я ем, девочки, проматывайте. Или выключайте. Не нервничайте. Не надо нервничать. Зачем вы так близко к сердцу все принимаете? Все такие мелочи. Ну, вот смотрела вчера вечером. В инстаграме вот эти релсы видео. Ну, тоже, я не помню, какое, ну, видео какое-то посмотрела. И зашла на комментарии. Боже мой. Я, например, даже на это не обратила внимания. Посмотрела и посмотрела. А люди все замечают. Как все раздражают. Сейчас все такие злые. Будьте добрее. Нельзя быть злыми. Сейчас всем тяжело. У всех тяжелое время. У всех нервы на пределе. Вы думаете, у нас нервы не на пределе? Вы думаете, я не нервничаю, не переживаю? Конечно, переживаю. Просто я не хочу вам это все показывать. Конечно, все мы такие переживаем, боимся. Все время ты находишься в напряжении, в таком нервном. Ну, я же вам это не буду. Зачем я вам буду показывать? Надо, чтобы все было хорошо. Сейчас я поем и покажу, кому обещала фильтры. Хорошо? Девочки, вот такие картриджи. Вот фильтра. Это мы ставим не для того, чтобы воду пить. Микита, не для тебя. Это вот вода, которая у нас идет, поступает, ну, для технической. Вот это механической очистки. Катриджи. Вы просто знаете, что у нас вода не очень хорошего качества. Вот такой картридж стоит 50 гривен у нас. Степень фильтрации. Ну, хватает, ну, смотря как хватает. Если вода идет более-менее чистая, то не знаю, на сколько. А если, как я вам показывала, рыжая-прирыжая, то хватит на неделю. Вот, потому что он сразу забивается, и вода не продавливается. Вот. Ну, Женя вот такие разные купил. Он купил три, один поставил. Вкусно. Вкусно? Софиечка овсянки захотела. Но у нас любитель овсянки, да? Соленый. А я вчера тоже ела на завтрак овсяночку. Да. Все, тогда с вами на сегодня прощаюсь. Мы сейчас с Софийкой уезжаем. Все, тогда встретимся с вами завтра. Долго она будет стоять? Все, пока-пока.